За исключением котенка, находившегося в реабилитационном центре, все остальные кошки были сняты в естественной среде обитания с сохранением естественных вкусовых пристрастий. Мишель Гуриа и Поль Кадье представляют. Дикая лесная кошка. Секреты из жизни животных. Фильм Лоика Куа. Этот кошачий силуэт принадлежит одному из редких представителей вида, дикой кошки, ранее известной как европейская дикая кошка, животному, которое так и не удалось приручить. История этого вида изменилась в средние века, когда люди завели его одомашненных кузенов, чтобы остановить бесчинство грызунов, уничтожавших урожай. Прирученных кошек завезли из Африки, и Европа перестала принадлежать так называемым «диким кормам». С тех пор, рано или поздно, пути двух этих представителей кошачьих неминуемо должны были пересечься. Это элегантное создание, известное в наши дни как лесная кошка, всегда являлось украшением природы благодаря белому пятнышкам на шее. Ее шерсть украшена черной полосой, проходящей вдоль всей спины. У нее длинный пушистый прямой хвост с кисточкой на конце. Белые пятна, что на шее и хвост, заканчивающиеся черной кисточкой, украшение в остальном однотонной шубке этого склонного к уединению животного. Рожевато-серая полосатая шубка идеально подходит скромной натуре одного из самых застенчивых диких животных Европы. Ученые разделяют лесную и домашнюю кошек на два отдельных подвида, но их удивительное сходство не дает нам забыть об их родственных отношениях. Что произойдет, если скрестить этих близких родственников? С тех пор, как люди стали заселять новые территории, ареал обитания лесной кошки стал сокращаться. Сейчас она проживает в нетронутых лесистых регионах, в основном на северо-востоке Франции. Домашняя кошка, напротив, со времени своего появления в Европе, в течение многих веков училась эксплуатировать богатство среды обитания человека. Но бывает, что и она меняет образ жизни. И возвращается к более-менее дикому существованию. Вот почему, чтобы избежать путаницы, ученые решили прекратить использовать термин «дикая кошка», применительно к породе, всегда существовавшей в Европе, и теперь называют ее «лесной кошкой». Большую часть времени лесная кошка проводит в лесу, хотя шансы увидеть ее там невелики. Слишком уж она любит уединение. В этом парадокс так называемой «лесной кошки». Увидеть ее можно только на открытой местности, на лугах и пастбищах. Она отправляется на охоту в сумерках, час, когда олени настороженно относятся к любому кошачьему силуэту, час, когда все кошки серы. Субтитры создавал DimaTorzok